В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Здравствуйте. Оппозиционеры, захватившие здание администрации президента, удерживали его всю прошедшую ночь и весь день. С утра 10 января у здания кабинета министров начали собираться и сторонники президента республики Харауля Хаджимба. Репортаж Саида Джарсалия. Акция протеста у здания администрации президента продолжается вторые сутки. Митингующие требуют отставки президента и проведения новых выборов главы государства. И вчера, и сегодня здесь не находится какая-то партия одна или какое-то одно движение. Здесь находятся люди разных политических взглядов, с разных партий, с разных движений, у которых есть единое мнение по поводу того, что происходит в Абхазии. Такое происходить не должно. То, что все те, которые собрались и вчера, были здесь и сегодня, хотят лучшего будущего для нашей страны, хотят реформ, хотят, чтобы на самом деле наступили эти перемены к будущему, к лучшему. И весь народ на самом деле этого очень ждет, и всем очень хотели бы, чтобы эти перемены все-таки наступили. Наше мнение одно. То, что нелегитимность президента существует, это факт. Это высказал парламент, это высказал народ. Это доказали выборы, которые не состоялись в нашей республике. Это первое. Второе. Что хочу сказать дальше. Президентом назвать не могу гражданину Хачева. Обратился парламент, еще раз повторяю, обращаемся мы, народ, общественность. Чтобы не накалялась обстановка, этот человек должен уйти в отставку. Мы намерены стоять до конца. Никакого пути назад нет, потому что жить так больше невозможно в этой стране. В здании администрации президента находятся и лидеры оппозиции. Один из них, Аслан Бжани, прокомментировал сложившуюся ситуацию и выразил свое мнение по поводу учиненного здесь погрома кабинетов и порчи имущества. Парламент большинством голосов обратился, парламент обратился к нему, чтобы он воспользовался нормами Конституции, нормами законов и соответствующим образом подал заявление, подал документ. Есть волеизъявления граждан, которые собрались здесь. Поэтому ситуация будет складываться ровным счетом так, как будет действовать господин Хаджин. У него есть возможность выбора, все пустить это в правом русле или пойти по пути нагнетания обстановки, что нежелательно, что не нужно. Некоторые службы, безусловно, должны работать и должны иметь доступ к определенным кабинетам. Был выделен человек, обеспечивает условия для того, чтобы там определенные работы выполнялись в некоторых кабинетах. Некоторые кабинеты опечатаны, там наведен порядок. Все это будет в целости и сохранности. Я так думаю, я даже в этом уверен. Это небольшая проблема и небольшой вопрос. В то же время у здания и кабинета министров стали собираться сторонники президента Рауля Хаджинба. Я не за это воевал, я и добровольцем. То, что получилось, меня ужасает. Позиция требует отставка президента, а президент законный, избранный президент. Не знаю, как дела сложатся в будущем. Будем ждать, будем надеяться, что все образумится к хорошему. Моя родина, мое государство находится в опасности. Я всегда пришел не драться, не выяснять отношения. Я пришел, чтобы найти что-то разумное во всем безумии, которое происходит сегодня. Сегодня на моих глазах вот то, чему не я один, а там лежат те, которые отдали свои жизни за это государство. И я сделал то, что я смог. И цель моей жизни, вроде бы, она в конце моей жизни, она куда-то исчезает. И никакого смысла не было что-либо делать. Потому что если мы так пойдем по этому пути, то этого государства не будет. Сторонники президента обсудили сложившуюся в стране ситуацию в Большом зале Кабинета министров. Сторонники президента обсудили сложившуюся в Большом зале Кабинета министративной администрации. Кабинета министративной администрации в Большом зале Кабинета министративной администрации. Стыки и влогирули на нарушение в б melanе в Большом зале Кабинета министративной администрации. Стыки и влогируется в fizervете в беременности. Стыки от самой заб marathonки, они дряготimana за это. Когда вы в Мэ Esudowsке с Schweinновскими грехами припадания, она talvez helfen. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня в Верховном суде Абхазии в составе судей Ли Адлиба и Кадрины Онищенко под председательством Тимура Тарба состоялось заседание кассационной коллегии по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квециния, оспаривающего решение суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии, прошедших 8 сентября 2019 года. Сторона заинтересованного лица президента Рауля Хаджим попадала отвод судей Ли Адлиба. Однако после совещания суд огласил решение о том, что данное ходатайство не удовлетворено. Затем суд приступил к рассмотрению дела по существу. Были заслушаны доводы адвоката ИСЦА Хинги Габилая. В заключении свою точку зрения высказали представители прокуратуры. В данное время суд удалился на совещание. И продолжит работу после 9 часов вечера. И сторонники оппозиции, и сторонники власти не расходятся и ждут решения суда. Наши корреспонденты следят за процессом в Верховном суде Абхазии. Подробности в следующем выпуске новостей. Главная задача сотрудников всех силовых структур Абхазии – недопущение столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба. Органы правопорядка именно с рассветом блокировали данные объекты, дабы не допустить его распространение и столкновение с политическими оппонентами. И я должен подчеркнуть, что данная задача выполнена. И, слава богу, уже к исходу дня этих столкновений мы избежали. Хотя, недалеко от этого здания, в котором находятся эти люди, проводился митинг сторонников действующего президента. Тем не менее, как я уже сказал, мы избежали именно худшего сценария. Пока так. Стабильно, контролируемо. Те люди, которые находятся в здании, в захваченном здании, и те люди, которые вне здания находятся, но осуждают и требуют принятия определенных мер воздействия по освобождению данного здания – это наши граждане. Поэтому главная задача мы видели, и президент акцентировал на этом наше внимание, руководители наших ведомств и аппарата светобезопасности, которую полномочил президент по организации взаимодействия этих структур, которые на сегодняшний день там действуют, это не допустить именно, чтобы наши граждане пострадали. Как сообщил секретарь Совбеза Мухаммед Килба, 10 января в Абхазию в составе делегации представителей правоохранительных и силовых структур России прибыл заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев. Встреча с руководством страны Совета безопасности Абхазии по предварительной информации состоится утром 11 января. Президент Рауль Хаджимб и представители оппозиции согласились на встречу при посредничестве членов Общественной палаты, сообщила пресс-секретарь главы государства Нала Авецба. Точное время и место встречи власти и оппозиции при посредничестве членов Общественной палаты пока неизвестны. Как мы сообщали ранее, Общественная палата решила отправить делегацию на встречу с президентом Раулем Хаджимба и оппозиции на переговоры с целью урегулирования возникшего противостояния. Были делегированы Альберт Тополян, Сократ Джинджолия, Леонид Осия и Руслан Хашик. В связи со сложившейся внутриполитической ситуацией в стране Совет Старейшин Абхазии обратился к народу республики. Уважаемые сограждане, как известно, 9 января 2020 года в столице республики Абхазия, городе Сухум, представители оппозиции совершили захват комплекса правительственных зданий, нанеся при этом огромный материальный ущерб государству. Этот случай войдет в историю нашей страны как позорная страница, порочащая честь и славу Абхазии, омытую святой кровью ее защитников. Испокон веков у Абхазов всегда были такие отличительные черты, как почитание старших, уважительное отношение друг к другу, смелость, героизм – все, что называется абсора. Но сегодня под видом государственных интересов, окрашенных в политический цвет, некоторые люди продвигают собственную выгоду. Такие события разрушают основу государственности, но, безусловно, радуют наших недругов и огорчают друзей. Отмечается в частности в обращении Совета Старейшин. Сегодня как никогда нужно проявлять терпение и выдержку. Проблемы не решаются на улице. Выход из политического кризиса должен быть найден в соответствии с нашей Конституцией, подчеркивается в обращении. В связи с событиями в Абхазии заявление сделал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который отметил, что в Южной Осетии всегда внимательно следят за происходящим в Абхазии и с грустью воспринимают негативные новости из республики. Сегодня мы видим, что мудрый народ Абхазии находится в непростой ситуации. Мне бы хотелось призвать всех братьев Абхазов к взаимному уважению и пониманию. Только так мы способны построить сильные и процветающие государства. Только путем созидания возможно построить будущее для наших подрастающих поколений, заявил президент Республики Южная Осетия. Анатолий Бибилов призывает все противоборствующие стороны сесть за стол переговоров и решать вопросы в правовом поле, не выходя за рамки закона и Конституции. Ситуацию в Абхазии прокомментировал и МИД Российской Федерации. «Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме. Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», говорится в сообщении Внешнеполитического ведомства Российской Федерации. Премьер-министр Валерий Бганба провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсудил с коллегами текущую работу Кабинета министров, а также вопросы начала нового финансового года и выполнения финансовых обязательств государства перед гражданами и учреждениями страны. Подробности в репортаже С. Магуландзе. Открывая встречу с министрами, глава правительства поблагодарил руководителей государственных органов управления за то, что работа в ведомствах продолжает осуществляться на фоне сложной политической обстановки. Премьер-министр ознакомил присутствующих с показателями исполнения государственного бюджета Абхазии за 2019 год и подчеркнул, что опираясь на данные, можно говорить о стопроцентном исполнении бюджета. В серьезной политической ситуации наши органы управления, государственные органы управления работают все четко. Единственное, немножко тяжело работать аппарату кабинета министров, но там тоже стараются все бумаги вовремя все сделать. Работает вся организация, работают все больницы, работают все детские сады. То есть политический кризис, он локален, по всей стране идет обычная нормальная трудовая деятельность. Я хотел поблагодарить и министра финансов, и министра по налогам и сборам, и нашу таможню. Мы впервые за 10 лет, то есть в 2009 году был выполнен государственный бюджет, и государственный бюджет мы выполнили в 2019 году. То есть впервые за 10 лет мы выполнили государственный бюджет. Это успех не одних, а двух министерств, а успех всего кабинета министров. Вице-премьер, министр финансов Джан Сухнанба сообщил о том, что все нормативно-публичные обязательства Минфина будут выполнены в срок. Уважаемый Валерий Шухович, уважаемые коллеги, я должен проинформировать вас, что в принципе министерство финансов готово выполнять свои функциональные обязанности в штатном режиме. Что касается нормативно-публичных обязательств и выплат заработной платы, мы в штатном режиме готовимся. И как только будет получен закон о республиканском бюджете на 2020 год, мы готовы все эти обязательства осуществлять. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия рассказал о том, что в ведомстве не прогнозируют значительного спада налоговых поступлений. К сожалению, эта ситуация негативно будет сказываться на объемах налоговых поступлений. Но январь месяц всегда был тяжелым, и в январе всегда были незначительные налоговые поступления, поэтому мы серьезного спада пока не прогнозируем. Вице-премьер министр экономики Адгур Ардзенба доложил, что по поручению премьер-министра ведет переговоры по организации поставки электроэнергии из России в связи с сезонным дефицитом выработки электроэнергии в республике. Он также затронул вопросы выполнения договоренностей, достигнутых на прошедшей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Все идет бесперебойно, все работает в штатном режиме, никаких дефицитов, проблем не будет. Что касается непосредственно вопроса перетока со стороны Российской Федерации, вами было направлено письмо на имя вице-премьера Виталий Леонидовича Мутко. Этот документ находится в проработке, он переадресован Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Министерством энергетики, идет взаимодействие. Сейчас ожидаем положительного ответа и соответствующего поручения на уже конкретную организацию поставщика электроэнергии. Касательно инвестиционной программы, решения, которые были прописаны на последнем заседании Межправительственной комиссии, они выполняются в строгом соответствии. Утром у нас была встреча с руководителем управления капитального строительства. И ведется активная работа по осмечиванию мероприятий, заложенных в программе социально-экономического развития. Как доложил министр ЧС Лев Квицине, работа дежурных бригад столицы Абхазии усилена. Спасательное ведомство работает в штатном режиме. Несем дежурство круглосуточное. Работают вчера, например, машины стояли скорой помощи пожарной до утра, на всякий случай. Реагируем, безусловно, на все звонки, на все вызовы. Это будут поиски, это будут пожары, это будет разминирование. Абсолютно в отношении нашей службы несение ничего не изменилось. Руководители Министерства здравоохранения и социального обеспечения, а также Министерства просвещения известили главу правительства о том, что все их подведомственные учреждения осуществляют привычную работу. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение. На этом информационный выпуск завершен. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»